Давайте я вам пообещаю короткое интервью. Короткое легко. Мы в Павалихино. Это небольшая деревня, где развернулась большая политическая драма. Здесь простая уборщица местной администрации вдруг стала главой целого сельского поселения. Как вы думаете, почему проиграл действующий глава? Вроде человек уважаемый, бывший сотрудник. А кому, наверное, уважаемый, кому, может, и нет. Я и голосовала за нее. Серьезно? Почему? Потому что за нее. Потому что новое лицо или что? Ну, не новое лицо, но, может, хоть что-то новое будет. Не она может не справиться, но кто-нибудь другой придет. И почему вы не поддержали действующую главу? Как вы думаете? Ну, я думаю, надо сначала научиться уважать людей, чтобы его уважали. Жизнь совсем другая. Тут жена с народом, общение. Ну, вот он общался с вами, с людьми, которые здесь живут? Нет. А почему не общался? А вот я не знаю, вы его спросили. Народ выбрал ее. Это хорошо. Вы тоже за нее голосовывали? Я не знаю, не буду говорить. Понял. А почему хорошо? Она, вот многие, многие говорят и пишут, что, дескать, опыта у нее нет, работала она. Опыт. Со временем приходит. Учится молодая, красивая женщина. Учится. У молодежи надо пробиваться. Пусть работают. Чего я больше скажу? Ну, если его не захотели выбирать, значит, того стоит. Эта девушка моя сноха. Чего я могу думать? Я могу думать, получится, не получится, пусть работает, не получится, пусть уходит. Ага. Вот я думаю. Ну, как здорово, смотрите, раз сноха. Вообще родственники, получается. Вы голосовали же наверняка за нее. А вот нет. Как это? А так это. Просто так я вас кормить не буду. Говорите, за кого голосовали. За действующего или за Марину? Она работала в уборщике. Ну, что там, третийские ходили. Кто за Николай Сергеевич? Руку поднимите. Не хотят за Николая Сергеевича. Вот так вот. Это и есть демократия. Вы здесь живете? Голосовали наверняка тоже. Нет. Нет? Мы не голосуем, нет. Ну, вы просто не голосуете, просто не хотите. Ну, как бы, мы в сортах говна не разбираемся. Они там занимаются своей херней. А мне-то зачем опускаться до их уровня? Угу. Для чего? Я счастливее стану, что ли, от того, что у меня мент руководит? То есть, не руководит, а чего-то там делают? Его надо просто закрыть. Как и все наши администрации. Для чего она существует? Ну, про. Ну, для чего? Ну, объясни мне. И функционал вот этого вот здания. У него одна функция осталась. Включить вовремя свет. Угу. Все? Так он и с этой не справляется. А что, есть проблемы с этим? Да, проблем-то со светом нет. Есть вопрос, когда его включать? Если он включается тогда, когда никто уже не ходит по улицам. Для чего это? А вы считаете, что вообще никакой разницы нет, что вот... Сейчас вот уходящие... Давай, давай, мы тебя поставим. Чуть видится. Ну, да, теоретически. Представим. Ну, может, вам стоило, кстати говоря? Ради бога, с удовольствием я пришел. Что изменилось-то? Ну, свет бы вовремя включали. Тоже, опять же, я сейчас... Ну, чисто теоретически я могу, конечно. Вот. Может, вы еще чего-нибудь стали делать? Так позорище-то как раз в этом и заключается, что я такой человек, как я, приду в такое место, как это, и буду заниматься тем, чтобы вовремя включать свет. Угу. Это все, что ли, на что я способен? Марина Утготская пошла на выборы по просьбе прежнего главы Николая Локтева. По его замыслу она должна была стать для него удобным и комфортным спарринг-партнером. Но неожиданно для всех Утготская выиграла эти выборы, набрав гораздо больше голосов, чем сам, теперь уже бывший глава. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. Будем обрабатывать руки, маски. С удовольствием. У нас все есть. Готовы. Давайте я вам пообещаю короткое интервью. Короткое легко. И короткое готовое, и длинное можем тоже. Нет. Длинное не очень. А что? Зачем? В смысле? Ну как? Ну, вы же здесь работали. И дальше наверняка будете работать где-то как-то, правильно? Планы-то есть какие-то? Выборы состоялись. Ну, с выборами-то жизнь не заканчивается у нас. Ничего особенного не произошло. Просто кандидата на должность главы в таком поселении, в сельском, найти непросто. Обращался я к местным жителям. То есть он должен быть местный человек. И несколько человек отказались. А вот вы обращались, собственно, зачем? Предлагали, чтобы поучаствовать в выборах. А почему люди отказывались? То есть желающих, в принципе, самостоятельно пойти на выборы не было. Я правильно понимаю? Да, так у нас сложилось в нашем поселении. И последней, к кому я обратился, была Марина Викторовна. Вы её давно знали? Да. С детства я её знал. Мы земляки. Она согласилась. По моей просьбе, может быть, да, и сама пожелала. Если бы был другой кандидат, я бы к ней не обратился. Так. Народ поддержал её. Ничего в этом особенного я не вижу. Я ей даже благодарен, что она поучаствовала. А то, что она выиграла, она молодец. Сейчас 8.30 утра. Мы в городе Чухлама. Здесь, в здании местной администрации, через полчаса должна состояться официальная инаугурация Марины Утготской. Пока что от журналистов она продолжает скрываться. Но мы очень надеемся, что после инаугурации она даст свою первую пресс-конференцию. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Зачем вы испортили себе жизнь? Я себе не портила жизнь. Нормальное чувство, не знаю. Немножечко, конечно, подрастерялась, но всё нормально будет. Сегодня вступила в должность. Скажите удостоверение. Как выглядит она? Угу. В пелодолжность буду работать. Смотрите, вы сами лично приняли решение или действительно вас уговаривали остаться на этом посту? Сама лично, никто меня не уговаривает. Если меня народ выбрал, будем работать. Марина Викторовна, когда-нибудь думали о том, что вернётесь сюда, в родную деревню, уже как руководитель? Ну, конечно, нет. Не думала никогда. Какие сейчас чувства испытываете? Не знаю. Радостно, что в своей деревне. В этом доме я родилась. Вот здесь вы? В этом доме, да. Родительский дом? Да. А живут они здесь сейчас? Нет, родители не здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я теперь ваш новый глава. Приятно познакомиться, Марина Викторовна. Будут проблемы, обращайтесь. Будем решать. Хорошо. Будем стараться. Хорошо. Ну, вы верите, скажите, в Марину Викторовну? Конечно, верим. Голосовали за неё? Конечно. Конечно, верим. Молодец она, девушка хозяйственная, должна справиться. А локтев чем вам не угодил? Нормально вроде так-то было, но, видимо, не всем нравится. А вам-то чем? Ну, мне Марина нравится. Вы уже привыкли к такому вниманию? Уже целую неделю осаждают. Ну, поспокойнее теперь к этому отношусь, конечно. Вам нравится уже? Нет. Ничего хорошего я в этом не вижу. Я не хочу на всю страну, блин. Как не на всю страну? Вы уже на международный уровень вышли. О, мне этого не надо. Это же международная политическая сенсация. Мировая, мне даже сказали. Мне этого не надо. Ну, а что плохого? Ну, привыкла я к такому. Ко всему можно, как говорится, привыкнуть. Я, как-то, к этому так. Как родственники отнеслись? Мы вчера, не заходя, немножко попытались пообщаться. Но, в основном, видимо, тоже устали о неё. Конечно, устали. Можно вам два вопроса задать? Ну, вас так все расхвалили, что вы открыты и общаетесь с людьми. А в итоге не получается. Прошу прощения, я понимаю, что вас уже утомили все эти дела. Но, с другой стороны, нас тоже поймите. Ничего не скажете, да? Почему мы приврём сразу? Мы же за вас-то не можем говорить. То, что вы скажете, то и будет. Правильно я говорю? Вы, получается, родственники все-таки. Это я уже догадался. Ну, вот. Ну, как, пару слов-то о ней скажите. Поговоришь с нами? Ой. Ой. По-моему, пора уходить. Нет. Никто же не думал, что вы тут понаеете. Понаехали, ага. А вы думали, что мы не узнаем? Я вообще даже о таком и думать-то не думала. В кошмарном сне даже такое не снилось, если честно. Что я вам могу показать? Рассказывай. Вот кролики мои. Так. Сколько у вас кроликов? Ну, что, 15 лет. Теперь, получается, уже не просто кролик, а кролик главы сельского поселения. Получается, да. Статусный. А сколько детям лет? Они уже узнают, что мама теперь большой начальник? Сыну 15, дочка 12. Ну, они как отреагируют? Нормально. Что-то вам сказали? Вы вообще объясняли, что теперь ваша жизнь меняется? Мы, наверное, поняли и так, что маму дома не увидит. Знаю, все нормально. Теперь у вас, получается, не двое детей, а сколько? 500? Получается, да. Готовы на такие стрессы? Готовы. После всего, что уже было, я готова уже на все, кажется. Субтитры сделал DimaTorzok